Самый юный в Ненецком округе спортивный клуб «Олимпиад» с поселка Харута в этом году будет отмечать свой первый день рождения. Наш следующий материал об идейном вдохновителе и учителе с большим сердцем Дмитрия Казакове. Дмитрий Казаков со спортом на «ты». Больше 35 лет мужчина преподает физическую культуру в Харутинской школе. Обучает детей азам спортивных игр. Большой упор делает на ненецкие национальные виды. Вот и как раз национальные виды спорта ненецкие я занимаюсь уже вот с 86-го, с 85-го года, вот как приехал сюда, и занимаюсь северным многоборием. Что туда входит? Это вот прыжки через нарты, метание тензия на хорей, это тройной национальный прыжок, это метание топорика на дальность и бег с палкой. Вот эти пять видов мы культивируем, участвуем. Много ребят, я приехал сюда уже здесь, они уже культивировались, предыдущим учителем физкультуры. Поэтому как бы я перенял их опыт. И много ребят, которые у меня выполнили мастера спорта, 12 мастеров спорта. За это время уже выполнено много кандидатов. Спортсмены из Харуты выезжают на соревнования не только в столицу Ненецкого округа. На счету сельских ребят чемпионаты России. Начиная уже с младших классов, дети оттачивают свое мастерство. Ну, у нас мы, Сергеевич, это вообще самый любимый учитель. Всегда на физкультуру мы идем с радостью, убежим. И мы все очень любим и уважаем. Хороший человек, отзывчивый, всегда поможет, когда надо. Позитивный, всегда поможет. Наград и кубков в арсенале команды настолько много, что они не помещаются в школьном уголке славы. Вот это наш последний кубок. Участвовали мы в волейбол в школу в 2019 году. И вот победители оминального этапа в волейболу среди команды взрывательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу» среди юношей в возрастной группе 2001-2003 год. Это мальчишки, да. Мы два года подряд до этого были третьими, вторыми, шли по возрастающей. И вот добились победы. Чтобы достигать спортивных высот, ребята тренируются по несколько часов в день. Баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис и многое другое. Все это кружки и секции, которые проходят в стенах школы. Впрочем, в планах перенести часть занятий в спортивный городок. Впереди мы планируем строительство спортивной площадки хорошей, такого типа. Баскетбольное, волейбольное поле. Огороженное, все. Вот у нас не получилось в этом году, потому что там с финансами. Так вот, по плану у нас стоит оно. На этом планы не заканчиваются. Ремонт школы, оборудование, лыжные трассы. Все для поднятия спортивного духа. Все хорошо, но вот если с площадкой помогут спортивно, будет вообще здорово. Уличная, если сделаем лыжную трассу освещенную, будет еще. Кстати, она у нас была лет 20 назад, была освещенная раньше, хорошая. То есть в зимних условиях, когда очень темно, осенью, да, спокойно любой мог подойти, включить рубильник и кататься, отдыхать час-два на лыжне. Поэтому вот такие у нас мысли-то есть. Капитальный ремонт школы планируется, и спортзала тоже немножко мы хотим. Расширить, сделать второй этаж вот здесь. Поэтому так планы есть, но как будет дальше, жизнь покажется. Сейчас ребята готовятся к всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт. Альтернатива пагубным привычкам». Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», поселок Харута.